Добрый день, уважаемые коллеги! Речь пойдет только про очаговое образование печени, про диффузные какие-то фоновые заболевания мы говорить не будем. Доброкачественное очаговое образование печени, к сожалению, у нас мало времени, поэтому мы тоже их не будем касаться. Поговорим только про злокачественное очаговое образование печени. Нужно сказать, что на сегодняшний момент чаще всего встречающиеся злокачественные образования печени – это метастазы, и они во много раз будут превышать частоту встречаемости первичных злокачественных образований в печени. Наши уважаемые патоморфологи очень хорошо все рассказали про классификацию этих заболеваний. Чаще всего первичные злокачественные опухоли печени – это эпителиальные будут встречаться, и чаще всего это будет гепатоцеллюлярный рак. Поставить диагноз ГЦР помогают три критерия – цирроз печени, высокий альфа-фетопротеин и типичный паттерн контрастирования опухолевого узла. Альфа-фетопротеин в редких случаях может быть негативным. Этиология цирроза может быть абсолютно любой. Чаще всего это, конечно же, хронические вирусные гепатиты. В редких случаях, ну где-то меньше чем в 10% может ГЦР возникнуть в нить с эротической печени. Ну что такое типичный паттерн? Это гиперваскулярная опухоль, которая накапливает контрастное вещество в артериальную фазу и вымывает это контрастное вещество уже в портовенозную или в отсроченную фазу. И когда опухоль становится снова гиподенцией по отношению к остальной паранхемии печени. Почему эти критерии так важны? Согласно международным рекомендациям по лечению и диагностике, можно попробовать обойтись без биопсии опухоли, если есть эти критерии. Если есть пациент, у которого есть сирроз печени, у него позитивный альфа-фетопротеин, и на контрастных КТ или МРТ мы видим классический паттерн контрастирования. Например, у этого пациента с хроническим вирусным гепатитом С, с циррозом печени, с высокими цифрами альфа-фетопротеина, мы выявляем у него гиперваскулярный узел, который в артериальную фазу накапливает контрастное вещество, и в отсроченной фазе есть вымывание этого контрастного вещества. И тогда диагноз поставить несложно – это гепатоцеллюлярный рак. Или у этого пациента, у которого уже достаточно распространенная форма цирроза печени, уже есть портальная гипертензия, асцит, и в правой доле печени мы тоже выявляем гиперваскулярный узел, который вымывает контрастное вещество. Более крупные опухолевые узлы, обычно высокодифференцированные, они имеют иногда достаточно ровный и четкий контур. И в центре есть низкоплотностные зоны некроза, а в отсроченную фазу иногда можно даже увидеть низкоплотностную капсулу. И что для нас будет это тоже дополнительными диагностическими критериями ГЦР. Для удобства были предложены лаэроз-критерии для пациентов с циррозом печени, чтобы сказать с той, с большей или меньшей степенью вероятности, у пациента с эротически измененной печенью какие-то узлы, регенераторные, диспластические или уже опухоль-вы. И критерии эти основаны на размере узла, накоплении контрастного вещества и предложенных трех таких злокачественных признаков. Если есть хоть один или более, то это с большей вероятностью гепатоцеллюлярный рак. А именно, например, у этого пациента есть вымывание. И по лаэроз-критериям это лаэроз-5 гепатоцеллюлярный рак. Очень частым осложнением гепатоцеллюлярного рака является портальный тромбоз. И, например, у этого пациента есть отдельный, отграниченный, такой хороший большой опухолевой узел. Но опухоль при этом не остановилась, она распространяется в просвет воротной вены вплоть до основного ствола воротной вены. И опухолевый – это тромб опухолевый. В артериальную фазу мы видим его контрастирование. Поэтому очень важно оценивать сосуды при гепатоцеллюлярном раке, потому что он имеет очень инвазивный такой тип роста. Но не всегда все так красиво очерчено. И встречаются инфильтративные формы, когда нет отдельного четко очерченного опухолевого узла. Есть некое нарушение контрастирования у пациента с эротически измененной печенью. И отдельного опухолевого узла мы не видим. Есть такая как вот инфильтративная действительно опухоль в инфильтрации печени. И очертить именно опухоль здесь не представляется возможным. Или как у этого пациента опухоль распространяется по просветам воротной вены и занимает соответствующие сегментарные его участки. Также нередко бывает инвазия в печеночные вены, вплоть до нижней половой вены и до камер сердца, как здесь видно. Для оценки эффективности противоопухолевой терапии у гепатоцеллюлярного рака желательно применять модифицированные или АМ-рецист критерии. Потому что просто Рецист критерий основаны на измерении целого опухолевого узла. И М-рецист именно показывают размеры гиперваскулярной части опухолевого узла, то есть жизнеспособной. И это очень важно, потому что если мы будем измерять только опухолевый узел, например, вот здесь мы возьмем и измерим размер узла, а здесь нет гиперваскулярной жизнеспособной ткани, то это приведет в заблуждение онкологов. Фиброламеллярный рак — это тоже опухоль из гепатоцитов. Она встречается крайне редко у лиц молодого возраста, обычно без цирроза и без высоких цифр альфа-фетопротеина. Это обычно крупный узел, который имеет вот такие вот пластинки-перегородки в центре, которые накапливают контрастное вещество в отсроченные фазы. И очень часто осложняется метастатическим поражением лимфатических узлов в воротах печени. У детей чаще всего встречается первичная опухоль печени — это гепатобластома. Это гиповаскулярная опухоль с участками некроза, кровоизлияния иногда и кальцинатов. И у этих пациентов характерно повышение альфа-фетопротеина. Так как хирургическое лечение является прогностически значимым, были предложены вот эти вот предэкст-критерии степени заболевания, которые основаны на сегментарном строении печени. В данном случае печень нужно разделить на 4 сектора, о чем говорилось ранее в докладе по анатомии. И если опухоль расположена в одном секторе, а 3 смежных свободны, то тогда это предэкст 1. Если опухоль расположена в одном секторе, но 2 только смежных свободны, то тогда это уже предэкст 2. Или если опухоль расположена в хвостатой доле. Предэкст 3 — это когда уже 3 сектора поражены или нету смежных свободных секторов. А в 4, конечно же, это уже когда все 4 сектора поражены. Ну вот на примере этого пациента здесь предэкст 2. Из желчных протоков самая часто встречаемая опухоль — это холангиокарцинома. Это гиповаскулярная опухоль, редко возникает на фоне цирроза. И характерным на КТ ее признаком будет накопление контрастного вещества постепенно от периферии к центру. И даже вплоть до того, что в отсроченную фазу она будет стремиться к изоденственности за счет большого количества фиброзной ткани в центре опухоли. Иногда на периферии опухоли может быть расширение желчных протоков. Вот классический холангиокарцинома — это гиповаскулярная опухоль. И посмотрите, пожалуйста, как она себя ведет в отсроченную фазу. Она стала почти изоденственной остальной паранхемией. И на периферии есть расширенные желчные протоки. Но не всегда все так красиво. Есть так называемая перепротоковая инфильтративная форма холангиокарциномы, как у этого пациента. И есть атипичные гиперваскулярные формы. Обычно это высокодифференцированные холангиокарциномы. И здесь дифференциально-диагностический ряд будет с гепатоцеллюлярным раком. Но посмотрите, в отличие от ГЦР, как он выглядит в отсроченную фазу. Он не вымывает контрастное вещество. Только мелкий метастаз остался гиподенсным. Основная опухоль — изоденственная. Нужно помнить, что встречаются смешанные формы гепатохолангиокарциномы. Она сочетает в себе два этих паттерна. Есть и гиперваскулярный компонент, и гиповаскулярный. И обычно это преобладание гепатоцеллюлярного рака с участками протоковой дифференцировки. Неэпитолиальные первичные опухоли печени встречаются крайне редко. Нужно про них сказать, чтобы не забывать про них. И эпитолиодная гемиангетолиома, в отличие от остальных, имеет достаточно классическую специфическую КТ-картину. Это гиподенсная опухоль, которая расположена субкапсулярно. Обычно это один крупный узел и много маленьких. Маленькие узлы имеют втяжение капсулы. И местами соединяются между собой такими низкоплотностными перетяжками за счет эндотелиального типа распространения опухоли. Недифференцированная эмбриональная саркома встречается у детей в возрасте до 10 лет. И альфа-фетопротеин у них обычно в пределах нормы. Поэтому, когда мы встречаем ребенка до 10 лет с такой большой опухолью, с такой смексоидной некротической массой в центре, и на периферии контрастное вещество накапливается больше в отсроченную фазу, то нужно думать про недифференцированную эмбриональную саркому. Для нее тоже могут быть применены претексты критерий. Это наблюдение недифференцированной саркомы у взрослого. И она встречается крайне редко у взрослых. И нужно обязательно исключать метастаз саркомы и на локализации. Ангиосаркома встречается тоже крайне редко. Это не наше наблюдение из литературы. Очень часто осложняется кровоизлияниями и гемиоперитонеумом. Немножко нужно сказать про метастазы в печени. И когда же к нам пациент приходит, обычно очень часто к нам направляют его онкологи, чтобы мы ответили на вопрос, есть ли метастазы. Обычно это пациент либо на стадировании, или в процессе динамического наблюдения на каком-то противоопухолевом лечении. В идеале, конечно, если этих метастазов нет, или мы в печени выявляем доброкачественные образования, гемангиомы, кисты. Но если же все-таки метастазы есть, мы должны обязательно ответить онкологам, сколько этих метастазов, один или много. Потому что на сегодняшний день энтостатическое поражение печени не является фатальным и очень успешно выполняются резекции. Радиочастотные абляции, лучевая терапия и полихимиотерапия. Нужно обязательно ответить расположенные эти очаги в одной доле или в обеих долях. Если пациент отправляется на химиотерапию, нужно для химиотерапевтов выбрать контрольные очаги, которые впоследствии мы будем контролировать и пытаться ответить, насколько эффективна химиотерапия. Чаще всего химиотерапевты используют различные критерии, рецист 1.1, айрецист и многие другие, для которых нужно выбрать не более двух очагов в одном органе. В данном случае печени нужно измерить два крупных очага, которые впоследствии мы будем наблюдать. Остальные множественные очаги уйдут в раздел неизмеримых очагов, в котором мы будем субъективно оценивать их значимое увеличение или значимое уменьшение. Здесь у пациента метастатическое поражение печени, у пациента рак легкого, и мы видим частичный ответ. У пациента с колорактальным раком до лечения были выбраны два контрольных очага на химиотерапию, а мы видим частичный ответ. По паттерну контрастирования все метастазы можно разделить на две группы – гиперваскулярные и гиповаскулярные. Гиперваскулярные опухоли будут давать аналогичные метастазы. Таких опухолей в нашей рутинной практике не так много. В основном это метастазы рака почки или нейроэндокринных опухолей. Метастаз светлоклеточного рака почки в печени имеет такой же паттерн, как и основная опухоль. Накапливает контрастное вещество в артериальную фазу и есть вымывание в отсроченную фазу. Почему нужно знать обязательно анамнез, от какой опухоли пациент лечится или наблюдается? Хочу для этого привести данный пример. Пришел пациент, у которого была нефрактомия по поводу рака почки, и у него в печени выявляется маленькая гиперваскулярная штучка, которая изоденсна во все фазы, кроме артериальной. У любого другого пациента мы бы поставили диагноз флешгемангиома, артериевенозный шунт, и поставили бы точку, но не у этого пациента. Здесь нужно либо отправлять пациента на дообследование, впервые выявленный гиперваскулярный очаг у пациента с такой опухолью, либо отправлять на недолго динамическое наблюдение, что было сделано, и этот очаг вырос. Для примера, показать, как выглядят метастазы меланомы, они бывают гиперваскулярными. Нейроэндокринный рак, в данном случае слепой кишки, с такими же гиперваскулярными метастазами в печени. Метастазы гастроэнцестинальной и стромальной опухоли бывают гипо- и гиперваскулярные, но чаще всего гиперваскулярные. И для них были предложены критерии ЧОИ, потому что обычные рецепт критерии здесь нам не совсем помогут. И согласно этим критериям здесь будет оцениваться именно воскулиризация опухоли, накопление контрастного вещества, потому что, вот смотрите на приеме таргетного репарата, размер узлов, конечно же, уменьшился, но именно уменьшение степени контрастирования более чем на 15% будет являться частичным ответом. Гиперваскулярных метастазов намного больше. Почти все аденокарциномы, плоскоклеточные раки дают гиперваскулярные метастазы. И пытаться определить по этим очагам, чьи это метастазы, очень сложно. Но в данном случае это чаще всего встречаемость, это метастазы колоректального рака. Муцинозные аденокарциномы будут давать тоже такие же муцинсодержащие, низкоплотностные очаги, как и первичная опухоль. Это пример нейроэндокринного рака хвоста поджелудочной железы, который гиперваскулярный. Пациентка стартовала с впервые выявленных метастазов печени без первичного очага. Впоследствии при дообследовании была выявлена опухоль именно в хвосте поджелудочной железы. Вот они гиперваскулярные. Метастазы меланом чаще будут гиперваскулярными. И плоскоклеточный рак. Здесь пациентка после экстерпации матки с придатками через год уже пришла в достаточно распространенном выражении с перитониальным карциноматозом и метастазами в печени. Отдельно хочется сказать про метастазы ракомолочной железы. Они бывают коварными. Вот у этой пациентки классический гиперваскулярный метастаз. Посмотрите, здесь, конечно же, нет сомнений, что это метастатическое поражение. Но посмотрите, как себя они ведут в отсроченную фазу. Они все стали изоденцистно-паранхемия печени. У этой пациентки тоже метастазы в печени выявляются в портальную фазу. Некоторые из них стелятся вдоль капсулы, имитируя, может быть, очаговый жировой гипотоз. Конечно, диагноз был поставлен метастазы, но на МРТ подтверждено, что это не очаговый жировой гипотоз. Очень характерно для распространенного метастатического поражения ракомолочной железы на фоне полихимиотерапии приводить к псевдоцирозу. Псевдоцироз – это чисто рентгенологический такой термин, потому что истинного цирроза гистологического здесь нет. Но смотрите, как печень становится с бугуристыми контрами, узловой, и даже приводит к портальной гипертензии и асциту. Здесь сложно проводить, оценивать эффект химиотерапии, и иногда появление портальной гипертензии может ухудшать прогноз у пациентов. Время подходит к концу. Еще одно нозологическое наблюдение нужно обязательно сказать. Вот пациент, который на фоне ухудшения общего самочувствия был дообследован, выполнено УЗИ, и такие гиповаскулярные образования в печени выявлены множественно. Поставлен диагноз метастазы, и была биопсия, потому что первичного очага не было выявлено. И пришел ответ, что это Б-клеточная лимфома с поражением печени. Первичная Б-клеточная лимфома встречается крайне редко. Обычно это лимфома с поражением лимфатических узлов, селезенки, и в том числе и печени уже вторичная. Первичная бывает редко. Аналогичный случай тоже пациент, который случайно выполнил УЗИ, и был отправлен на компьютерную томографию биопсии, показала первичная лимфома печени. Вторичная лимфома обычно выглядит так же, как метастазы гиповаскулярные, и помогает нам поставить диагноз просто наличием множественных увеличенных лимфоузлов и поражением других органов. И у этих пациентов с лимфомой на фоне лечения и на фоне скомпровитированного костного мозга бывают, выявляются вот такие очаги, которые на самом деле оказываются экстрамедулярными очагами гемипоэза. Ну, я немножко задержалась. Спасибо за внимание.